Как жить правильно, никто бы не изучал в это время. Потому что когда у человека всё хорошо, он проклят в это время. Он не изучает, как жить, не меняет свою жизнь. Просто зря время проводит. Время зря в своей жизни проводит. Пустую. Потому что всё это хорошо, это всего лишь обман. Потому что в этом мире, смотрите, что происходит. Мы стареем. Это означает, в секунду времени всё больше трудностей выходит из сердца. Смотрите, как интересно говорят веды. Маленький ребёнок, у него мало трудностей из сердца выходит. Поэтому он счастливый. Крылатые качели летят, летят, летят. И это кончится когда-то. Всё хорошо, всё классно. Почему? Потому что из сердца не так много трудностей выходит. Мы маленьких детишек целуем попу, потому что они сладкие дети, маленькие. От них приносят счастье. Мы целуем попу. Но бабушек стареньких никто попу уже не целует. Почему? Потому что от них уже нищая энергия счастья идёт. Другая энергия идёт уже от них. Им тяжело жить уже становится. Потому что судьба с возрастом сгущается. Для чего? Вопрос. Для чего тогда создан этот мир? Этот мир создан для того, чтобы мы приближались к духовности. Чтобы мы развивались. Чтобы мы становились разумными существами. Потому что просто жить ради того, чтобы домик, работа, дети. Это же полуживотный уровень существования. Потому что животные так же, они тоже рублики, норки, сексом занимаются. Детишек воспитывают. В чём разница заключается? Разницы никакой нет. В чём разумность существования человеческого? В том, что человек изучает этот мир. Пытается понять, как жить правильно. Пытается разобраться во всём, что здесь происходит. Начинает понимать, что он вечный по природе. Собачка не знает, что она вечная. Она хочет в этом теле жить. Но человек должен это понять. Почувствовать эту вечность. Я изучал, как разные люди с смертью сталкиваются. Я жил в Индии в одном святом месте. И ухаживал за людьми, которые оставляют тело. Те люди, которые духовной практикой занимались, они вот так вот, когда смерть видят, они улыбаются. То есть они перед смертью с улыбкой тело оставляют. Те люди, которые погружены в греховную жизнь, они вопли сдают перед смертью. Кричат и испражняются под себя. И они видят перед собой слуг ада. Чертей. Как в Бхагавадгите у нас есть книга такая в ведической культуре. Бхагавадгита – это древнее писание. Там есть картинки такие. Там показано, как слуги ада вытаскивают грешника, душу грешника, вытаскивают из тела. Поэтому пьяницы чертей видят уже этих слух ада уже при жизни. Они к ним в гости приходят, чтобы он знакомился уже с ним. Знакомство с ним строят уже отношения. И я знаю один случай интересный произошел в Москве. Один человек, это реально, то есть человек свидетелем был, он сам это все рассказал. То есть один человек занимался преступной деятельностью, был в преступной группировке. И он разок так получилось, что он в церкви причастился, исповедовался как-то так. Решил в сердце другую жизнь начать уже. Но через несколько дней он сидел в ресторане с дружками, и он увидел такую картину. Заходит враждующая группировка с автоматами в ресторан. И начинают расстреливать всех подряд, кто там сидит, из-за этих его дружков. И он увидел, что за каждым вот этим бандитом стоит черт с врагами. И он показывает теперь этого, и тот стреляет. Хотя тот не понимает этого, он просто стреляет, думает, что он сам хочет. На самом деле за ним черт стоит. И показывает ему, стреляй в этого, стреляй в этого. Он такую картину увидел. И в него не показали. А потом к нему черт один подошел, говорит, скоро я до тебя наберемся. И ушел. То похолодело все внутри. И он начал думать, как жить дальше, что делать. Один остался из всей своей кучи друзей. И ему дали Багавадгиту посмотреть на улице. Он начал смотреть и увидел картинку вот с этими чертями. Он говорит, а этих я знаю. Я их видел. И начал потом все это изучать дальше. Идея в всем заключается, что иногда вот такая вот помогает. Такая информация. То есть видите, тяжелые события, они часто являются благословением у человека в жизни. А не наоборот, чем-то неправильным, плохим. Но смотрите, чего мы хотим. Вот мне, допустим, написала женщина эту записку. Она хочет быть счастливой. Она не хочет работать над собой. И она хочет, чтобы родственники вели себя хорошо. Это касается всех нас. Но почему они ведут себя плохо? Для того, чтобы мы погружались в сердце. Для того, чтобы мы не ждали от этого мира счастья. Потому что мы стареем. Грехов становится больше с каждой секунды. Цель нашей жизни погрузиться в то, чтобы отдавать, а не брать. Чтобы учиться принимать и раскаиваться. Прочить прощение, прощать. Контактировать, надеяться на светлые силы. На святость, а не на своих родственников. Вот она говорит, что делать? Что делать родственникам вот этой женщины, которая плохо ведет себя с ребенком? Надо другой вопрос себе задать. А почему ты с ней что-то хочешь делать? Потому что ты хочешь наслаждаться ей. А она тебя мучает. Не то, что ты такая бескорыстная, что ты хочешь что-то с ней сделать. Нет. Это не от бескорыстия идет. Ты хочешь наслаждаться жизнью рядом с ней. Потому что у человека есть два вида счастья. Один вид счастья я изнутри счастья испытываю. А больший вид счастья я испытываю счастье от своих родственников. Это еще больший вид счастья. Когда женщина думает, я хочу, чтобы мой сын был хорошим человеком. Чаще всего она хочет наслаждаться его счастливой жизнью. Видите, когда человек разоблачен вот в этом, то спрашивается, что делать тогда? Мне теперь уже не вот ей родственнице, а мне с этим совсем делать что ли? Первое, что надо понять, не надо привязываться к тому, что мои близкие люди должны себя обязательно правильно вести. Они сдают свои экзамены в жизни. Но если я хочу наслаждаться их счастьем, то я порабощен этим желанием. Человек не может жить без привязанности. Им надо к кому-то привязаться. Надо на кого-то рассчитывать, надеяться в жизни. Человек не может просто так жить, ни на кого не рассчитывая. Поэтому древняя культура и говорит, привязывайся к святым людям. Они тебя не подведут. Привязывайся к наставнику. Привязывайся к тем, кто действительно обладает энергией счастья. У кого не действует карма внутри. Эти люди постоянно в молитве находятся, они ее отрабатывают. Привязывайся к тем, кто приносит счастье. А всем остальным просто выполняй свой долг. Вот что мне делать по отношению к этой вот молодой женщине? Первое, что нужно сделать – простить ее. Если ты привязан к ней, служи ей. Как можно служить с помощью прощения? Я молюсь святому человеку и прошу прощения. Да, ничего, ничего, нормально. Вы просто там на самолет. Мы сейчас в самолете. Поставьте на самолет и все нормально. Вот, он не будет звонить. Мы же полетели с вами, да? В знания погружаемся. Итак, видите, первое, что нужно сделать – это нужно настроиться на чистоту. Вот, пока тебе больно, ты с этим человеком ничего не сделаешь. Надо менять свою жизнь. Надо учиться молиться, настраиваться на чистое и светлое. В это время сердце начнет успокаиваться, в спокойном сердце возникает прощение. Так как ты все равно привязан к этому человеку, к этой женщине, которая неправильно к ребенку относится, прощай ее. Что с ней можно сделать? Прощать ее за то, что она так себя ведет. Да, я сказал слово «прощаю», у вас в сердце некоторый бунт. Не хочу прощать. Пускай она будет наказана за это. Мы не боги, чтобы наказывать. Я не про вас, не вам сейчас говорю, я говорю всем сейчас. Как этого маленького защитить? Не сможете вы его защитить. У него своя судьба. Он вы слушаете или отрицаете сейчас? Не отрицать, слушайте, да? У вас голова вот так мотается. Нет, слушай. Я сейчас расскажу вам одну историю. Это для всех уже, не для вас конкретно, для всех. Один духовный учитель обратился к своему ученику и говорит, слушай, ты, говорит, выбрал меня духовным учителем, и для того, чтобы я тебе давал наставление. Когда я тебе давлю наставление, ты все время мне говоришь нет. Допустим, посмотрел наставление духовного учителя, нет духовного учителя, я вам не говорю нет. Видите, первый вкус в отношениях с чистотой, с сознанием, это горький. И всегда хочется защищаться от него, но его надо учиться принимать. Итак, в чем мы должны в этой истории принять? То, что, смотрите, первое, если ты хочешь помочь человеку реально, то тогда прими, что у него есть судьба. Сначала, первое, поставь диагноз. Диагноз такой, даже маленький ребенок рождается в этот мир для того, чтобы сдавать экзамен. Теперь, как я ему могу помочь? Не беспокойствуем. Когда вы беспокоитесь за него, так как я вижу тонкие связи, я вам докладываю. Я вижу этого ребенка сейчас. У этого ребенка проблемы с кишечником есть вот здесь. У него там трудности какие-то с пищеварением. Вот. Он очень кричит постоянно, плачет, потому что в беспокойной среде находится. Я вижу этого ребенка. Вот. Вы ему тоже приносите беспокойство сейчас, так как вы с ним связаны, любите его. И вы о нем беспокоитесь. И это значит, что он тоже беспокоится. Потому что беспокойство по себе означает вообще просто неправильный путь в жизни. Потому что я тоже, допустим, сейчас на вас смотрю, я могу начать беспокоиться. Но я этого не делаю. Потому что я знаю, что я должен думать не о вашей проблеме, а о своем наставнике в это время, о духовном, о чистом, светлом, чтобы это вам передалось. Потому что вы сейчас меня слушаете. Видите, вам сейчас начало спокойнее становиться изнутри. Чувствуете? Благодаря тому, что я сегодня молился. Это не ваша заслуга. Ваша заслуга в том, что вы внимательно слушаете сейчас. Это тоже является духовной практикой. Итак, идея в чем заключается? В том, что помощь заключается не в том, что мы настраиваемся на боль, которая идет от человека, которому мы хотим помочь. Мы настраиваемся на счастье того, кто может помочь. Только духовная энергия может помочь. То, что связано с Богом, может помочь. Веды говорят, энергия счастья принадлежит Богу. Иногда Он нам дает его, иногда нет. Но если мы начинаем служить Богу или святости святым людям, то тогда энергия счастья сама начинает течь в нас, даже если мы не заслуживаем в это время этой энергии. Так человек побеждает судьбу. Победа не означает, что я приковываюсь к тому, кому больно. Мне тоже становится больно в это время. Победа означает, что я отвязываюсь от этой ситуации, перестаю думать о малыше и начинаю думать о святости. И в этот момент малышу становится лучше. Потому что я с ним связан с сердцем, внутри сердца. Просто яд мне становится хорошо, ему становится хорошо. Мне становится плохо от того, что я о нем думаю, ему становится хуже. Такой метод. Вот сейчас ему становится лучше, я это вижу. Он успокаивается сейчас. Потому что мы с вами настроились на нужные вещи. Вы преподаватель, да? Или? У вас есть способность давать людям знания. Учитесь, изучайте, как правильно все делать. И да вы будете давать людям знания тоже. Спасибо вам. Движемся дальше. Я раньше мужа начала вставать, 5.30. Думал, еще одна женщина раньше начала. Почему в нашем роду четыре колена рождаются только женщины? Бабушка, мама, три сестры, внучка, правнучки. Это можно изменить? Хочу мужу родить сына. Видите, мы бунтари какие. То есть, если бы рождались одни мальчики, мне бы записку напишали. Хочу девочку мужу родить. Мы вот не можем довольствоваться тем, что есть. Смотрите, три сестры. Классно же? Целых сейчас одного-то родить люди не могут. Не то, что там сына вместо девочки. Некоторые говорят, да кого-нибудь хотя бы уже 10 лет изучать не могу. А я хочу сына. Девочек уже много. Хочу сына. Да? Да? Вам ручку вон показывает. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что первое, что нужно сделать в своем сердце, выразить свою благодарность за то, что уже есть. Это первый шаг к развитию событий. Когда благодарность возникает в сердце, тогда сердце начинает лучше понимать судьбу. И в судьбе, в благодарном сердце, понимание судьбы будет двух видов. Первый вид. Не получится сыну все равно, даже если хочу. Второй вид. Может получиться, но для этого нужно что-то сделать. И обычно что делает? Я, например, у меня есть опыт такой интересный. Люди лечат обычно бесплодие или просто, ну, хотят поменять что-то в своей жизни. Родить сына вместо дочери. Но, понимаете, это не просто меняется, потому что по факту есть психический процесс определенный. Они в ведах описаны. Так, допустим, из-за того, что женщина, она в половых отношениях больше испытывает счастье, рождается девочка. Это зависит, какая сила мужская природа в половых отношениях или женской пересилит. Обычно, когда девушка очень молодая, она привлекает к себе очень много внимания. И половые отношения с ней очень возбуждают мужчину. Поэтому молодых девушек обычно рождаются мальчики. Потом постепенно, когда отношения углубляются между мужчиной и женщиной, женщина больше испытывает счастье уже от половых отношений, а не мужчина. И рождается вторая девочка обычно. Но бывает наоборот. Но бывает так, что женщина всегда испытывает очень много радости от половых отношений. гораздо больше, чем мужчина. И поэтому не только девочки рождаются. И она ничего с собой сделать не может в этом случае. Но есть способы. Допустим, женщина постится, изматывает свою плоть перед зачатием. Она, допустим, ничего не ест, а мужа кормит сметанкой, наоборот, чтобы он сильнее был, силы больше было. Есть такой способ. Женщины кладут в правую назрю себе семена послена. Семена послена, они очень сильно возбуждают половую активность в нужном направлении. В левую назрю положишь семя послена, будет девочка. В правую назрю закапываешь, масло семян послена закапываешь. В правую назрю закапываешь, будет мальчик. Так, правая часть тела связана с мужской природой, левая с женской. Следующее. Зачатие в ясную погоду рождает мальчиков, пасмурную – девочек. В четные дни больше склонности к девочкам зачинать, нечетные – мальчиков. Чего-то вы заволновались, я смотрю. Какие-то волнения пошли по глазам. Видите, когда я рассказывал вам о самом главном, как молиться, как на стрессе, никто не записывался. Как только о сексе начал говорить, все сильно привязаны к сексу, получается. Дети тоже, да, согласен. Итак, идея в чем заключается? В том, что это все может и не помочь. Потому что есть, веды объясняют, что есть преодолимая карма, есть непреодолимая. То есть, если род, допустим, наказан за что-то серьезное, то можно все это сделать, и все равно будет девочка. И это хорошо. Потому что если будете недовольны, вообще никого не будет. Останетесь вообще без детей. Есть такая пословица на безрыбье и рак рыба. Да, рака поймал, то хорошо. Если рыбы нет, никого. Ну, то есть, это уже, знаете, говорят, от жиру бесится, да? Ну, одни девчонки рождаются, только девчонок хочу еще мальчика. Ну, уже все, понимаете, уже слишком много счастья у человека. Ну, то есть, это хорошо, хотеть мальчика, хорошо. Но девочка родиться тоже хорошо. Понятно, да? Не нужно судьбе слишком жесткие условия ставить. Она может обидеться тоже. Почувствовать, что вы, ну, не в девочке нуждаетесь и не в мальчике, а только в наказании, и все, и больше ни в чем. А может забрать то, что дала? То есть, дала не тебе девочку? Может забрать, да, что дала. Не нравится вообще, ничего не будет. Судьба, она суровая очень. И нельзя шутки шлить. Поэтому можно пробовать. Пробовать поститься, мужа сметанкой кормить. Думать во время половых отношений о Боге, а не о сексе, женщине. Вот. И так это все может приводить к зачатию мальчика. Ким Убрис. Как после развода привлечь в свою жизнь мужчину? Понять, что он твоя половина? Я читал, но не отвечал на этот вопрос. Итак, это было у меня, как это, есть такое понятие, мангал-чирана. Когда перед тем, как что-то рассказывать, нужно прославить тему. Прославил тему. Привлечь мужчину. Он не привлекается, мужчина, потому что Бог создает семью. Я вам сейчас это очень легко докажу. Вот смотрите. В семейной жизни, в личной жизни у нас очень часто бывает так, что хочется уйти от близкого человека. Часто так бывает. Практически у каждого человека такое было в семье. И смотрите, мы как бы уже идем в уме. Идем, 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 идем. А уйти ведь не можем. Почему? Потому что кто-то держит людей вместе. Понимаете, это Бог держит людей вместе, своими силами. Он нас держит вместе, потому что мы же глупые. Мы не понимаем, что Бог нам дает близкого человека. Думаем, я сама нашла. Поднимите руку, кто сама себе нашла близкого человека? Есть такие? Что, неужели не одна сама себе нашла? А? Все сами себе нашли, да? Всем Бог дал. Видите, вы какие разумные здесь в Красноярске. Некоторые поднимают руки. Я таким людям говорю, а вы идите по Красноярску прогуляйтесь, 10 рублей найдите. Вот ходите, пока не найдете 10 рублей. Сколько ходить придется? А мужа нашла. Нашла, да? У меня есть один знакомый, у нее подчиненные сломали дверь. Подошли к нему и говорят, дверь сломалась. Только говорит, не сломалась, а сломали. Сломалась. Мужа нашла. Знаете, мы часто не понимаем, что происходит. И это является основой для того, чтобы изменить и сковеркать всю свою жизнь. Смотрите, как происходит. Если Бог дает мужа, значит, он может и не дать. Если я не выполнила свои обязательства перед ним. Поэтому в древней культуре и людям запрещалось разводиться. Потому что что такое развод? Я не хочу выполнять перед Богом свои обязательства. И не только перед Богом. Я также вам хочу рассказать, что семья создается не для меня. Вот семья создается не для меня. Не для того, чтобы я здесь наслаждалась с этим мужиком. Семья – это как крыша. Она расшифровывается как крыша, состоящая и женской половинки, и мужской. Для кого? Для ребенка, который в ней поселился. Понимаете? И если человек говорит, я подала на развод, он не против. Кто он не против? Для кого была создана крыша? Под крышей дома твоего. А если вдруг тебе сгрустнется, то грусть не значит ничего. Ведь если есть что-то там у нас под солнцем, есть крыша дома твоего. Есть крыша дома твоего. Ла-ла-ла-ла. Крыша дома твоего. Одна половинка осталась. Потому что вторая половинка решила развалить дом, под крышей дома твоего. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. До свидания. И эта песня. Видите, что мы вытворяем? От чего? Потому что сильно привязаны к личному счастью. Нам наплевать на тех детей, которые родились, и на тех, кто еще не родились в этой семье. Нам на все это наплевать. Мы не знаем, для чего мы это все сделали. Для того, чтобы не было хорошо. Нет, ты ошибаешься. Эта семья была создана не для того, чтобы тебе в ней было хорошо, а для того, чтобы ты в ней сдавала свои экзамены. И, пожалуйста, распишись в ЗАГСе, что я хочу сдавать все свои экзамены и буду с этим человеком всю жизнь. Вы готовы всю жизнь прожить с этим человеком, не расставаясь? Да. А вы готовы с этой девушкой прожить всю жизнь, не расставаясь? От имени всего российского народа и Господа Бога объявляю вас мужем и женой. Ура! Семь лет спустя. Не зашлись характерами. Я не знаю вообще, зачем я за него замуж вышла. Сиди сама, открой. Итак, у нас есть тупость внутри. Тупость не позволяет нам понять, для чего создается семья. Мы страдаем в этих отношениях. Почему? Как вы думаете, почему? Потому что у нас нет знаний. Мы не знаем, что семья создается для того, чтобы люди научились прощать, просить прощения. Отверглись от своего эгоизма, желания наслаждаться друг другом. Для того, чтобы они научились трудности преодолевать, которые между нами возникают. Для того, чтобы они научились Богу служить. Потому что, когда человек с Богом семью создает, между мужем и женой в квартире не телевизор должен стоять, а алтарь. Когда между ними алтарь стоит, то когда трудности, они молятся и прощают друг другу. И они лучше понимают тогда друг другу. И то, что кажется неразрешимым, разрешается. Так, например, иногда люди кажутся, что с этим человеком невозможно жить нормально. И вы ошибаетесь. А если было невозможно жить нормально, то Бог бы убрал от вас этого человека. Сделайте хотя бы пять шагов навстречу. Хотя бы поучитесь годик прощать, просить прощения. И если с ним действительно невозможно жить вместе, такое бывает, вам не надо разводиться и расходиться с ним самой. Бог уберет от вас этого и поставит того, кого надо. Но если он так не делает, значит вам вот именно этого и надо. А не кого-то другого. И у вас в сердце возникает, нет, 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 Олег Геннадьевич, нет, нет, у меня будет все классно. Семейная жизнь не предназначена для наслаждения. Это главный экзамен жизни. Пытайтесь это понять. Если вы этого не поймете сейчас, дальше будет опять тот же расколбас, который был до этого. Ничего хорошего не будет. И прежде чем ответить на этот вопрос, как притянуть себе нового мужчину, надо разобраться с тем сначала, что мы вытворяли до этого. Потому что если ты живешь с чужим мужиком вместе уже несколько лет, ты разрушаешь чужую семью уже несколько лет. Это с какой стати Бог тебе будет давать мужика? С какой стати? Преступников сажают в тюрьму, они выпускают на свободу. Если ты разрушила свою семью, не смогла ее удержать. С какой стати? А если он разрушил семью, он тебя бросил, он тебя предал. Прости его. Если ты хочешь, это самый простой вариант. Если он тебя бросил, как найти себе нового человека? Прости его. Просто начи молиться Богу, чтобы сердце освободилось от обиды. Пока ты будешь обижен, нового человека опять не найдешь. Но как только ты его простила, сердце освободилось от обиды. Все, все мужики, которые тебе подходят, рассматриваются уже Богом сейчас как кандидат для тебя. Нет проблем. Нет случайности в этом мире, есть только закономерности. Не можешь выйти замуж, значит есть причины. Первая причина. Детям нужна женщина. А не завсклад, директор, магазин, тараравет, студент института и все прочее. Детям нужна мать. Мать означает полная концентрация на семью, а не на работу, там еще куда-то. Детям нужна мать. А не начальница. Понимаете? Ну, женщина может работать. Конечно, может работать где-то. Потому что часто ей некому даже ее содержать. Но не надо в это погружать свое сознание слишком сильно. Женщина должна погружать свое сознание в семью. Если она этого не делает, то просто механически она не сможет выйти замуж, потому что она становится непривлекательной в этом случае. Если вы хотите привлечь кого-то, надо быть привлекательной. Привлекательной означает, как противогаз себя разукрасить со всех сторон. Причем как противогаз, потому что если в сердце любви нет, то краска на лице будет выглядеть как противогаз просто. Краска должна отражать суть внутри. Не снаружи просто краска, а внутри мертвая ткань. У женщины должна любовь быть в сердце. А для этого надо ее культивировать. Как вот мужчины, как качают все мышцы, становятся крепкими снаружи, такими сильными внутри. И такие мужчины нравятся. Так женщина должна качать себе любовь. Тренироваться в любви, в отношениях. Прощать, просить прощения. Заботиться. Уделять этому времени. Время уделять. Видите, а не хочется, хочется погружаться в работу. Почему? Потому что тяжело заботиться, тяжело. А близкого человека хочется все равно. Да? И хорошего человека, не просто там какого-то дядю Федю там за валенки подобрала. Хорошего хочется себе. А хороший человек, он тоже под Богом стоит. И Бог думает, блин, вот этой дуре хочется себе вот такого мужа. Не да. Пускай сначала заслужит себе такого человека. Потом пусть хочет. Хотеть не вредно. Можно всю жизнь хотеть. Интересно, что женщине кажется, что она вот очень возвышенная. Потому что у женщины все самое лучшее наружу выходит. А у мужчины все самое лучшее внутри. Поэтому женщина себя в зеркало смотрит. И он, блин, Господи, какая хорошая. Хорошая. Никакому дураку досталась. Видите, это от невежества идет. Потому что у женщины все снаружи вылезло. Это не значит, что она уж такая хорошая. Внешне хорошая, внутри похуже. Мужчина внешне, наоборот, плохая, а внутри получше. И то, и другое хорошо. Но надо знать себе место в жизни. Если ты сильно будешь копаться в мужиках, вообще ничего не получишь. Почему копаешься? Потому что не знаешь себя внутри. Только снаружи себя знаешь. А хочешь, чтобы он снаружи был хороший. Это он какой-то внутри тогда будет вообще? Это же несправедливо. Я отвечаю на этот вопрос, как привлечь себе мужчину. С помощью знаний надо привлечь. Надо сначала невежество рассеять в своем сердце. Но есть особые случаи, которые я хочу объяснить. Когда женщина бросает мужчину, у нее сердце становится холодным. Потому что она любовь вырывает из сердца того человека, который бросил. И он страдает. Когда он страдает, то Бог за это ее наказывает. В результате у нее появляется холод в сердце. И она не может почувствовать близость к человеку, родственность. У нее вот это, у любой женщины есть сердце, чувство родственности. Или ощущение близости. Когда человек, значит, попросту мужчина смотрит на женщину. То из нее вот это вот, как азбука морзы. Из ее сердца выходит. Я могу быть близкой для тебя. Могу быть близкой. Могу быть близкой. Азбука морзы выходит. И он думает, мне такая нужна. Жена. Такая корова нужна самому. Не выдаешь за ночь, за день устанет рука. Ну, женщина, азбука морзы. Я могу быть тебе очень близкой. От некоторых женщины ходят. Я могу тебе нарожать. Много детей. Много детей. И у женщин выходит это из сердца. Они даже не знают об этом. Они думают, что это я привлекаю человека. Нет. Привлекает что-то, что стоит за женщиной. За женщиной стоит благословение. Или проклятие. Если она не благословлена, то у нее красивое лицо. Все то же самое. Все очень хорошо. И азбука морзы из сердца идет. С этой не связывайся. Пожалеешь. Она уже одного бросила. Азбука морзы такая идет из сердца. Как сделать так, чтобы азбука морзы из сердца не шла? Это мы азбуку эту делаем? Это мы являемся этим телеграфистом или нет? Нет, не мы. Кто-то другой это делает. И вот с этим другим надо сейчас и разбираться. Именно этот другой вам дал того человека. И он же теперь не дает. Да, да, да. И решается этот вопрос со святыми людьми. Надо прийти к святому человеку и сказать. Я дура. Бросила своего мужа. И он сразу, так как он поверит вам. Это можно делать не искренне. Но он будет с вами искренне себя вести. И он скажет. Ты правда вот так считаешь, что ты неправильно сделала? Вы скажете. Да, я правда так считаю. Он скажет. Хорошо. Он вас ждет. Он говорит. Да, он ждет. Он ждет, но я не хочу с ним. Ну, ты раскаиваешься, бросила. Да. Иди возвращайся назад. Немедленно. Потому что Бог еще надеется, что вы опомнитесь. Поэтому он ждет. Когда он перестанет ждать. Когда он перестанет ждать, значит, штамп на лбу уже поставлен. Все. Вторая категория. Не первая. Не первая. Не высший ссор. Первый ссор. Второй ссор. Третий ссор. Брак. Брак означает на всю жизнь. Такое тоже бывает. Брак тоже. Бракованные женщины бывают. Не смогут замуж никогда выйти. Слишком много на бедокуре. Очень редко так бывает. И таким женщинам вместе с этой печатью на лоб дает сознание. В монастыре будет хорошо тебе. И она идет в монастырь. Она чувствует, что так. Некоторые уже с этим печатью рождаются с самого рождения на земле. И им с самого рождения Бог дает, иди в монастырь. Она идет, и она больше счастья получает, чем все остальные женщины в личной жизни. Она получает в монастыре больше счастья. Потому что монастырь – это не проклятие, это благословение. Таким образом, в этом мире нет проклятий. Есть просто разные степени экзаменов. Чем люди настойчивее в своих поступках, тем сильнее им даются экзамены. Настойчивость – это признак силы человеческой. Я всем докажу, что я бросила и правильно сделала. Сильный человек – хорошо, получи сильный экзамен. Слабые люди живут вместе просто и не дергаются. Сильные экспериментируют в этом мире. Экспериментируют разные проводят судьбой. Но интересно, что такое знание. Знание – это эксперименты с чужими судьбами, не с твоими. Если человек изучает знания, он со своей судьбой уже не проводит эксперименты. Он уже видит, что другие провели, и получилось вот это вот. И вновь возвращаемся назад. Не бывает так, чтобы человек просто так бросал. Невыносимо становится жить, невыносимо. Когда жить невыносимо, веды говорят, ты не надо мучиться-то, не мучайся. Но ты должна понять, как можно поступать и как нельзя. Ты имеешь право жить отдельно. Имеешь право жить отдельно и сказать, я буду отдыхать от этих отношений. Я сейчас не могу быть в них. Я тебя не бросила и изменять тебе не собираюсь. Я хочу просто сохранить себя. Я устала и не могу дальше жить в этих отношениях. Они разрушают мою судьбу, мою жизнь. И начать жить отдельно. А если человек говорит, я тебя убью, если со мной не будешь жить, или посажу в тюрьму, тогда надо от него защищаться. И привлечь тех людей, которые помешают ему это сделать. Если он при этом скажет, я теперь с тобой не буду жить, это его тоже проблема. Потому что совместная жизнь не означает рабство, понимаете? Мы просто даем клятву быть вместе. Мы не даем клятву, что я буду твоей рабыней. Что хочешь со мной, то и делай. Такого нет. Есть равные отношения. Любовные равные отношения. Между мужчиной и женщиной. Я вас не замочил? Все нормально? Сейчас я развиваю тему потихоньку. Итак, смотрите дальше, что происходит. Вообще вот эта ситуация создалась, почему так невыносимо стала? По одной причине. Что в семье недостаточно духовной жизни. Потому что, когда люди начинают молиться Богу, то карма тает. Вот представьте себе религиозную семью. Алтарь на стене. Постоянно духовная музыка играет. Как вы думаете, беспредел там возможен? Нет. Там все как-то будет попроще решаться. Потому что чем больше духовной атмосферы, чистой атмосферы, тем легче жить в семье. Поэтому человек не должен надеяться на мужа или на детей. Надо надеяться на Бога. Надо в семье освещать пищу. Надо постоянно, чтобы алтарик был. Постоянно молитва была. И тогда смягчается ситуация. И беспредела не будет уже такого. Человек, если в пьяном угаре пришел в алтарную, он трезвеет сразу. Ему Бог говорит, ты что дурак? Вообще чем занимаешься? Посмотри, куда ты пришел. Ему в совести, сердце. Говорит, даже пьяному. Ну, представляете, какая сила от алтаря. И он не заходит в алтарную, боится. Я нам виден. То есть, видите, сам беспредел, который разрушает семьи, возник от недостаточной культуры. У нас не хватает знаний, как жить. Поэтому мы не живем правильно. И доходит дело до безумия в отношениях. Когда дошло дело до безумия, не надо разводиться, надо жить отдельно. Если тебя бросили, тоже ничего страшного. Бог тебе даст другого человека. Если ты бросила, и он назад вернуться не хочет, уже все. Значит, надо опять настроиться на святого человека. В конце концов, этот нет просто экзамена. Гзин экзамен не сдал. Давай следующий. Преподаватели уже по-другому к тебе будут относиться. Ну, ничего страшного. Можно все равно сдать. Человек начинает раскаиваться. Начинает молиться, раскаиваться. И приходит время. Обычно у женщины занимает где-то год-два. Или через годик, через два раз, и сердце стало теплым. Опять, как раньше. Первая любовь моя земная. Утро моих глаз. И опять она может любиться, опять завести семью. Все то же самое. Бог не такой, не злой. Он добрый. Но он справедлив. Он опять дает возможность, как первый раз, любиться. Некоторые женщины говорят, у меня много мужиков было. Как я теперь буду верной своей женой быть? Пораскаивайтесь. И как будто никого не было. Это мужики придумали вот эту идею телегонии. Телегония означает, если у тебя были другие мужики, значит, сто процентов у тебя зебра какой-нибудь, чуть-чуть там полунегр, полуметист какой-то родится. Нет. Если ты раскаялась в том, что было, сердце очищается, и на тебя не влияют уже эти прошлые отношения. Все. Нет такого в этом мире, что грехи бесконечно мучают человека. Нет такого. Раскаялась, столько силы приложил. Раскаялась, это не так. Господи, я раскаиваюсь. Недостаточно. Надо это повторять тысячу раз каждый день. И много-много дней подряд. Тогда в сердце произойдет следующее изменение. Первое изменение. Человек начинает реально понимать, что он виноват сначала. Потому что грех что делает человеком? Отбивает идею, что я виноват. Многие женщины говорят, когда она бросила, женщины часто говорят, мы развелись. Должно знать, что она не понимает просто, что произошло. Начинает раскаиваться и понимает, я бросила его. О, а не мы развелись. Следующее, что она понимает, дальше раскаивается. Следующий этап, она получает знания. Сколько она за это должна страдать. Объем работы, понимает, получает. И следующий этап, она понимает, что она уже побеждает. Она видит уже выход. Она чувствует, что скоро выйдет замуж. А до этого она чувствовала, что не выйдет. Потому что это тоже чувствуется в сердце холодное. И она думает, блин, что-то они, наверное, никого не встречат. А ум говорит, встретишь, встретишь, все нормально. Он всегда нас расслабляет. Пытается нас успокоить. Страус, помните, в песок, да, голову? А судьба хватает не за голову, да? Я ему говорил. Вы поняли, как выйти замуж, как привлечь мужчину, да? Я все рассказал. Привлечется или нет, это уже не ко мне вопрос. К тому, кто Азбуку Морзе делает. Там с ним решайте все вопросы. Хочется второго ребенка, а муж не хочет. Что надо для мужа сделать, чтобы он захотел? Или благословил рождение второго ребенка? Вопрос поставлен правильно. Правильно. Потому что в ведах говорится, что ребенок, он приносит женщине больше счастья, каждый новый ребенок. А мужчине больше груза. И его сгибает от каждого нового ребенка, гнет мужчину. А женщина, наоборот, расслабляет. Хорошо. Поэтому она и мучает мужа. Говорит, еще одного хочу. Я уже все. Нет, еще одного. Есть еще другая закономерность. Мужчина хочет секса от женщины. А женщина устает от этого всего. И причина, почему он хочет секса, потому что женщине положен еще один ребенок. Если она рожает еще одного, то половой энергии ребенок на себя оттягивает чуть-чуть больше. Еще одного, еще один. И наступает такой момент, когда муж успокаивается. Успокаивается не значит, что он импотентом становится. Значит, что он не мучает жену сексом. Не вымучивает ее. Не вытягивает из нее все жилы этим своим желанием. Понимаете? То есть, если вытягивать начинать, значит, нужно начинать ребенка. Зачали мужу спокойнее. Еще зачали, еще спокойнее. Еще зачали вообще спокойно. Понятно, да, системы? Ну, то есть, идея в чем заключается? Что если муж не хочет сына, это значит, что женщина не вкладывает в служение мужу достаточно сил душевных, имеется в виду. Если женщина очень самоотверженно служит мужу, заботится о нем, то в какой-то момент у него не то, чтобы он такой, я хочу, чтобы ты сына зачала, а просто он не против. Уже не против. Жена его кладет рядом с собой. Говорит, ну что, сегодня начинаем, мой хороший. Говорит, ну ладно, что делать? Конечно, бывает и по-другому, бывает лучше, но всякие, вот, бывают всякие ситуации. Я вам самый такой вариант, такой, рассказываю, чтобы вы ко всему были готовы. Как определиться в жизни, найти свое призвание? И улыбочка такая. Дальше. А призвание-то не улыбочка, это развитие личности. Потому что, когда человек нерадоразвит, его призвание развиваться. Мужчина как развивается? Мужчина развивается с помощью труда, не знаешь, чем заниматься, иди работай там, где Бог дал. И там ты будешь развиваться на этой работе, там у тебя мозги очистятся, и ты поймешь, чем тебе надо заниматься со временем. А женщина развивается в отношениях, она должна служить семье, отношениям, людям. Она не должна думать, что она будет больше работать, больше предназначений. Если женщина погружена в работу, то все наоборот происходит. Ее наоборот отшибает от этого, ей наоборот противно становится на работе. И она думает, блин, не мое предназначение, надо куда-то еще пойти. И там тоже ее отшибает от работы, и везде будет так отшибать. Пока она не поймет, что надо погружаться в личную жизнь, а не в работу. А работать, как женщина должна. Просто отдыхать на работе. Она на работу ходит, потому что она снимает с себя напряжение от личной жизни. По факту, что женщине на работе, это надо. Всем женщинам одно и то же нужно. Чтобы можно было чай попить, пообщаться на работе. Чтобы пораньше отпускали. Вели себя понежно со мной, не ругались на работе. Видите, женщине на работе не работа нужна. Ей на работе нужно отдыхать. Потому что мужчины-то на работе работают. Женщины, слышите меня? Услышали меня? Поэтому ищите себе такую работу, к которой бы помягче к вам относились. Но если вы на работе настроены работать, то мужчина, руководитель это увидит и будет вас эксплуатировать. А если женщина настроена на работе отдыхать, ее тоже возьмут, потому что без женщин на работе невозможно. Есть женские же виды труда. Общаться по телефону с кем-то, с клиентами. Есть женщины, которые способны это делать хорошо. И работодатель берет их на работу, такую женщину. Видит, что у нее настроение семейное. И она ему говорит, отпусти, пожалуйста, домой. И улыбается. Не надо домой к детям, к мужу. И он говорит, нам надо работать больше. Сверху рочи надо работать. Она говорит, я тогда вообще ухожу с вашей работы. И он тогда думает, то ли ее оставить и не трогать, то ли выгнать. Если выгнал, значит дурак. Ничего страшного, другого найдете. Понятна система? И находитесь в такую работу, где человек пониманием относится, что это женщина. Ну и отпускает, когда ей надо. Все, она спокойно работает, не парится. Но если женщина привязана к работе, меня выгонят, то он будет ее мучить. И эта женщина будет работать еще больше, чем все остальные. И в результате у нее язык на плечо вылезет. Она очень устанет и начнет испытывать отвращение за эту работу. И с ужином за самоту да убежит потом. Такой результат был. Оставайтесь в нашей волне. Как влияет татуировка на отношения между людьми? Надо ли этому противостоять? Надо выгрызать татуировку на руке у мужа. Противостоять. Выгрызло ее все. Противостоял. Сейчас объясню. Татуировка – это древняя культура. В древней культуре тоже были татуировки. Но татуировки были святыми на Бога. Дальше образы святых. Татуировки были тоже в древней культуре. Такие были татуировки. Они были предназначены для того, чтобы помнить о Боге. Я в святом месте встретил одну женщину, отреченную. У ней даже на языке имя Бога было выколано. Все, все тело полностью в имя Бога. С головы до ног. Она вся была вот в этой вот татуировке. Когда люди выкалывают у себя на теле элементы наслаждения, эти люди потом за это очень сильно будут страдать. Потому что человек, как что-то сегодня одно наслаждает, наслаждает, через 10 лет его будет наслаждать совсем другое. И ему будет стыдно всю жизнь, что он выколол себя на теле. И многие люди потом шрамы оставляют лучше, чтобы на это не смотреть. Потому что человек к своему телу сильно привязан. Он каждый день этот читает, читает, читает на своем теле то, что выколто. И потом к чего это приводит? Безумию просто. Ему уже хочется шрам оставить просто, чтобы этого не было. Поэтому, если вы хотите, что на теле что-то выколоть, чтобы пометовать о чем-то, выколите молитву святого человека. И это будет украшение для вас. Но если вы выкалываете что-то другое, это будет проклятие. Ответил на ваш вопрос? Как препятствовать татуировке? С помощью знаний. Надо с любовью близкому человеку это объяснить. Есть такой очкарик. Конечно, не такой умный, как ты. Но он сказал такие вещи, она меня очень сильно заинтересовала. Ты подумай, может быть, это правда, что он вот так вот сказал. Очень смиренно надо мужу говорить всегда. Никогда не ставить кого-то выше его. Сказать, я такого очкарика послушал, он, конечно, не такой умный, как ты. Но вот он такие вещи сказал, это меня очень сильно так заинтересовало. Что человек сильно привязан к своему телу. И когда он что-то выкалывает на теле, то он постоянно это бросает в глаза всю жизнь. А у человека меняются взгляды. И через 7-8 лет взгляды совсем другими становятся. Если человек вспоминает, что у него на теле выколы то, что его уже сейчас не привлекает, он испытывает от этого жуткие страдания. И меня, в общем-то, не волнует твоя туровка, которая будет у вас прямо на руке стоять. И меня волнует твое будущее. Как ты потом с этим будешь жить? Вот и все. Если по-доброму сказана вещь, она дает человеку знание. Не злобу в сердце, а знание. Расскажите, пожалуйста, какие плоды влияют на наш город. И как это отражается на человеческих характерах взаимоотношениях мужчин и женщин. На ваш город влияет Венера. Это планета, которая является благословляющей. Она несет благословляющую природу. Поэтому люди вашего города, они очень по природе добродушны. То есть у них такая открытость сердца, доброжелательность. Сердце открытое для знаний. Слушают внимательно. Счастливы. Общаться со знанием люди в вашем городе. Это энергия Венеры. Так вероятно. Дальше. На ваш город влияет Кету. Кету — это невидимая планета. Ведами описано. Злая планета, которая дает людям отречение. То есть она их мучает депрессией, тоской и безысходностью. И поэтому в этот город ссылали людей. Ссылка была здесь. Потому что здесь такое влияние этой планеты. С другой стороны, Кету дает также хорошие вещи. Она дает в городе тишину. Ощущение, что здесь все спокойно. Что этот город, он вне как будто этой цивилизации находится. И здесь легко, спокойно и тихо жить. В отличие от других буйных таких активных мест. Понимаете? На этот город влияет также Юпитер. Эта планета благословляет город знанием. Поэтому люди, которые живут здесь, склонны к вере, склонны к духовной жизни. И так далее. Есть много разных влияний. Есть негативные влияния, которые делают людей такими склонными пить водку и так далее. Но в целом, самое лучшее, что я вам могу сказать, это влияние Венеры и Юпитера, которые делают людей открытыми к духовному знанию и склонными работать над собой. Именно я хочу общаться и контактировать именно с этими качествами вашими. И все остальное меня не сильно волнует. Я вижу у вас это. И читаю, что мне очень сильно повезло, что я сюда приехал. Мой муж задолжал денег до свадьбы. Еще до замужества со мной. Сейчас хочет отдать долги. У меня теперь уже его жены есть деньги. Будет ли правильным дать ему деньги на покрытие его прошлых долгов? Это может быть как правильным. Это может быть также и разрушением отношений. Все зависит от того, в каком настроении вы хотите их дать. Смотрите, у женщины есть одна особенность. Она не может деньги давать бескорыстно. Или почти не может. Она с удовольствием их дает сначала, а потом постоянно об этом думает. Если она об этом думает, то она разрушает отношения. Потому что мужчина становится зависимым от женщины в плане денег. И это для мужчины очень тягостное чувство. Если она постоянно напоминает, ты деньги-то, я же за тебя заплатил. Кроме того, иногда человек думает, что деньги ему принадлежат. А на самом деле эти деньги контролируются родственниками так же. Они не то, что их забирают. Они спрашивают, куда ты их потратила. И тогда с родственниками портится отношение, если ты потратил они туда. Но выход есть. Деньги есть в семье. Что надо делать? Надо брать небольшую сумму, которую точно в сердце знаешь. Муж может отдать назад. И говорить мужу. Вот давай так договоримся. Вот у нас есть книжка. Я с этой книжки, вот на этой книжке, это книжка для отдатия долгов. Я кладу на нее определенную сумму. И эта сумма сразу же идет на покрытие твоего долга. А ты на эту книжку потом должен положить столько же денег, сколько я тебе отдала. Потом, когда ты вернул, то есть назад в книжку деньги вернул, мы еще эти деньги отдаем на покрытие долга, которые уже вот на этой книжке лежат. И может быть плюс еще чуть-чуть. Видите, и так постепенно идет, постоянно идет отдача долга. Есть гарантия, что он отдастся. Гарантия идет вашими деньгами. Но также вы говорите, я деньги не отдала насовсем. Они возвращаются назад. Видите, да? Родственники тоже спокойны. Ваше сердце тоже спокойно. Если уж говорить об этих вещах, то надо быть очень внимательными вообще в этих отношениях финансовых, потому что часто люди становятся врагами уже при жизни. Так, если муж только на себя квартиру написал, записал или жена, то тогда потом это становится причинами раздоров. Поэтому всегда всю собственность надо честно делить сразу. Живете вы вместе или не живете. Поделили между всеми честно. И потом уже за это не раскаивайтесь. Поделили собственность, не раскаивайтесь за это. Не чувствуйте, что это плохо. Понимаете? Но если есть деньги, это всегда является причиной раздоров. Чем больше денег, тем больше раздоров. Большая квартира – большие раздоры. Потому что люди все эгоисты по природе. И поэтому ее надо правильно поделить сразу же, чтобы никому не было больно от этого. Если вам много денег пришло, чуть-чуть дайте ее также родственникам. Они все равно не будут счастливы от того, что им дадите чуть-чуть. Потому что они будут хотеть больше. Если вы чуть-чуть дадите, по крайней мере, вы с ними отношения сохраните на свет. Когда много денег приходит в какую-то семью, все родственники отворачиваются от этих людей. Почему? Потому что они тоже будут считать ваши деньги. Деньги – это всегда причина страдания. Понятно, да? Движемся дальше. Чего начинать, взращивать в себе смирение и служение и послушание мужу. Мужа люблю. Точка. Ну вот уже все, вы любите мужа, чё женщина. Значит, все нормально. Дорогие женщины, вы просто не понимаете, что внутри вас сидит вулкан Везувий. Вы говорите, как взращивать в себе смирение и послушание. Речь не об этом идёт. Речь идёт о том, как принять, вот, женщина этот вопрос задала, как принять себе эту буйную природу, вот эту вот свою, как её вообще можно переваривать. Я попала в женское тело, и я не могу вообще понять, что происходит у меня там внутри постоянно. Я иногда в такие вхожу состояния, что сама себе не рада. Олег Геннадьевич, как с этим быть вообще? Не то, что я как бы не уважаю, не смиренна. Женщина по природе смиренна, а по отношению к мужу относится любая. Просто её много чего бесит в нём. И всё. А так она не все смиренные женщины, в общем-то. И ответ такой. Женщина, в чём смирение женщины заключается? В том, что она всегда извиняется за то, что она сделала. Она мужу говорит, ты пойми, что я женщина. И поэтому, если я на тебя ругаюсь, не придавай этому слишком много значения. Вот это и есть смирение. Просто самой не придавать значения, что ты там вытворяешь. Если покричала, что-то покричала, надо мужу заранее уже сказать, завтра у меня восьмой день начала цикла, я буду орать, как бешеная. Приготовься. Смотрите, женщина должна взять и свой график рассчитать, смотреть. Первый день такое-то поведение, второй день такое-то. Три или четыре месяца следить за собой. Вот так вот. И обнаружить, что в определённые дни месячных неминуемо будет скандал. И в эти дни уже, перед этим днём, за один день до этого мужа предупреждать, завтра минимум бесед. Держись на расстоянии. Лучше вообще домой не приходи. Приходи только вечером. И со мной ничего меня не проси, ничего не разговаривай. Посуды и так почти не осталось в доме. Вот это называется смирение уже. То есть, если вы к своим недостаткам относитесь правильно, то это означает смирение. Потому что у мужчины, у женщины есть свои недостатки. У женщины очень сильная психика, понимаете? Почему она замуж выходит? Потому что она ей не может управлять сама. Ей нужен громоотвод. И громоотводом кто будет? Муж, мои хорошие. Поэтому его надо всегда беречь. Мужа. В то время, когда вы его не мучаете, надо его жалеть. Он посадит и скажет, «Васенька, бедненький мой, как же ты со мной справляешься? С такой буйной». И он будет готов ко всему. Если вы ему любовь подарите, он будет терпеть потом. Будете кукчиться на ему. «Мне все не нравится!» И он такой... Будет глубоко дышать и терпеть. Потому что он знает, что завтра ты раскаешься, попросишь прощения. И он будет готов на все. «Васенька» будет терпеть. Мучиться и терпеть. Все. Это называется смирением. Перевык скажет, «Ну, есть же женщины, которые вот совсем вот так вот хорошо себя ведут. Есть. Это святые уже. Это люди, обладающие огромной силой духовной. Не надо думать, что у вас обязательно эта сила возникнет в ближайшее время. Но вот женщины такой характер, неуправляемые. И она должна просто раскаливаться перед мужем об этом и все. Но есть категория женщин, которые всегда оправдывают вот это свое поведение. Если они что-то не так сделали, покричали, поругались, то всегда мужик виноват. Вот это уже признак тупости. Тупости. Вот когда женщины так себя ведут, значит, они неразумные. Они всегда находят причину, почему я ругалась не в себе, а в остатке в каком-то остальном. Такие женщины никогда не будут счастливыми в жизни. Будут всегда страдать. Потому что негатив будет накапливаться. Характер женский сам по себе не является проблемой какой-то. Женщина много любви дает и много дает трудностей своим характером. Это нормально. Но трудность в чем заключается? В том, что женщина не хочет признаваться, что она виновата. Вот это трудность, которая разрушает отношения уже. Это признак неразумности. В чем еще женское смирение выражается? В правильном подходе к своему уму. Смотрите, женский ум, он склонен замечать недостатки очень сильно. Он привязывается к ним, отмечает и запоминает их навсегда. именно у близких людей. Надо повесить листочек, где-нибудь у себя положить. Ну, не обязательно, чтобы это все видели. Лучше, чтобы это личное. Для женщины должна быть личная работа с собой, чтобы муж не знал об этом. Надо написать все недостатки мужа, все преимущества. И постепенно в графе недостатков должно уменьшаться все, а в графе преимущества увеличиваться. Недостатки остаются. Ну, вы думаете, ну, это уже я, как бы, принимаю у него. Это ерунда в сравнении с мировой революцией. И раз, зачеркнула. Все, этого недостатка нет, я считаю. Ну, нормально. Это здесь нормально. Я принимаю вот это в его характере. Не считаю недостатка. А вот это вот у него есть новая черта, я увидела, хорошая. И когда женщина такую будет работу вести с собой, то она легко начнет прощать мужа. Ей легче будет. Потому что она будет, все его черты характера будут в позитивном анализе находиться. Анализ все равно идет в черт-карактере мужа. Но негативный в основном у женщины в психике. А тут позитивный анализ пойдет. Понимаете? Вот таким образом. А если чувствуете, что увеличиваются плохие черты характера мужа, вам не хватает духовной жизни. То есть, если муж портится рядом с вами, значит атмосфера плохая в квартире. Потому что, кто управляет атмосферой в квартире? Мужчина или женщина? Женщина. Видите, шторки не как здесь. Видите, полоску. Это мужская энергия. В доме люлечки. Женская энергия. Кроватка женская энергия. Кухня женская энергия. Все вокруг женской. Обои женской энергии. Цветочки, бабочки везде. Женская энергия везде в квартире. Мужская есть? Хи-хи. Вот вам и хи-хи. Только стол рабочий. И то она постоянно там порядок на... только ушел, раз поставила все по-своему. Там ничего мужского нет в квартире. Понимаешь? Мужчина приходит туда как бедный родственник домой. Все женское. Все женскую энергию имеет. И он отдыхает. В этой женской энергии он отдыхает. Он испытывает спокойствие. Как бы расслабляется, отдыхает. Но иногда у женщины плохое настроение. И все рюлечки тоже становятся такими искореженными от этого. Потому что она же наполняет все своей силой. В результате мужчине плохо дома. И он за женой ходит и говорит «Че такое? И чего настроения нет?» Она говорит «Я тебя трогаю или нет? Че ты ко мне пристал? Где своими делами занимайся? Так как у женщины столько силы в этой энергии дома, поэтому она должна учиться философски относиться к недостаткам мужа. Если у него много недостатков, они растут, значит, я не той энергией наполняю личную жизнь семьей. Чем мужа поливает жена? Жена – это благословляющая сила. Чем мужа поливает жена, таким он и становится. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она выдает бензин». Понятно, да, система? Так и мужа, если кормить, ты мне как как этот фильм это «У других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец». Постоянно вот такие слова, если то соответственно будет бедоносцем. Понятно, да, система? Что отдаем, то и получаем. Если видим хорошее в мужа, он развивается как личность хорошо, пилим его постоянно, будет распиленный, недопиленный и пропиленный. Моего близкого человека преследует одно и то же ситуация. Как только он начинает строить близкие отношения с противоположным полом, ему открыто и нагло изменяют. Это было не один раз. В чем тут дело? Как это можно изменить? Не чувствую, что я так подробно отвечаю. Мне кажется, что все вопросы будут затронуты, да, постепенно. Кто даже не получил свой ответ, получит, потому что цель наша не быстро бежать по Галупам, по Европам, а разбираться во всем, так? Вот смотрите, здесь ситуация какая. Сейчас вам тайну отношений между мужчиной и женщиной открою. Надежде. Ну, надежды мало, что я смогу. Итак, смотрите, что такое влюбленность? Влюбленность это гармония между кармами. Понимаете? Допустим, я влюбилась в какого-то мужчину. Это значит, что если я сильно-сильно чувствую к нему привязанность, вот это вот наслаждение им, это значит, что через него очень сильно будет действовать карма. И, допустим, с прошлой жизни я изменяла каким-то мужикам. Ну, своему мужу изменяла. В этой жизни мне закладывается такая система гармонии в мою психику, что я буду влюбляться, очень сильно влюбляться в такого человека, который будет мне изменять. Именно такие люди мне будут нравиться. Я даже видел вот женщин, консультировал, которые вот видно, что вот у ней такая карма. Я смотрю, просто видно на лице у мужчины видно, что он склонен изменять. Она мне показывает фотографии, кого она любила, все одна и та же энергия. Я говорю, так вы видите, вот вы это и любите мужчина. Она говорит, блин, правильно, но я не смогу ничего сделать. Мне такие нравятся. Так вот, знаете, есть выход. В древней культуре, когда карма тяжелая, близкого человека выбирал старший. Просто если есть человек, который очень по-доброму к вам относится, и он говорит, вот тебе надо с этим жить. И он, допустим, этот человек хочет создать с вами семью. И старший говорит, надо с ним создавать. Она говорит, ну, мне не нравится так сильно. Просто небольшая симпатия и все. И он говорит, нет с этим, так как она ему чувствует, что он старший, как отец. Или отец. Она такая, есть товарищ командир. И пошла с ним замуж за него, за этого человека. И все. У нее счастливая жизнь. Почему? Потому что он связан с ней по высшим центрам. Чем выше связь, тем меньше она вызывает вот этой сердечной тоски. Понимаете, вот чем выше связь, между людьми, тем она больше спокойную такую, благородную природу имеет. Она не вызывает вот этих вот чувств, понимаете, таких сильных влюбленностей. Не вызывает, понимаете. Вызывает спокойное чувство, благородное такое. Это признак хорошей судьбы. Когда люди вот так спокойно, благородно создают отношения, в них вот это минимум, по минимуму будет проявляться плохая карма. По минимуму. А если много такого чувства, очень сильная привязанность, влюбился, очень сильно влюбилась, вот безумие, там будет значит безумие в этих отношениях. Там будет плохая карма уже, веселая жизнь. Барсильский телесериал. Занимаюсь благотворительностью, работаю с брошенными детьми грудного возраста. Это очень здорово для женщины, просто супер. Пытаюсь изменить последствия разлуки с матерью, просто супер. За что или им пришло такое наказание родиться и быть брошенными? В чем их карма? Почему в наше время рождаются очень много аутистов? Вот же что мы дебилы, поэтому рождаются много дебилов. Чего-то сложного. В каком бы состоянии человек не зачинал ребенка, немедленно того состояния ребенок и достигает. Смотрите, там в пространстве в тонком висят много душ, которые хотят воплотиться. Допустим, жена с мужем выпили и такие в пьяном угаре зачинают ребенка. Кто родится алкоголиком? Все. Если секс неблагородный, а такой извращенный, тогда садист родится. Если люди не работают над собой, не развивают себя как личности, то у них родится человек с заболеванием, с каким-то дебилом. Потому что они не хотят работать над собой, наслаждаются жизнью просто. Значит, ребенок будет рождаться не для самосовершенствования, без мозгов просто. иногда люди очень благородные и хорошие, но у них рождается плохой ребенок. С прошлой жизни получили наказание. Такое тоже бывает, но очень редко. В основном в этой мы уже достигаем совершенства, в том, чтобы рожать не те, кого надо. Замуж вышли, не повенчались, ребенок значит нежелательный. Нужно повенчаться еще, чтобы Бог защитил семей и семью, чтобы от Бога ребенок был. А еще нужно и помолиться перед зачатием и поаскетировать, может быть, полгода вообще сексом не заниматься, чтобы зачать хорошего ребенка. А если вы зачали ребенка и не хотели его зачинать, то он будет какой? Нежеланный. Нежеланные дети означают мучающие дети. А если сильно мучают, то в детдом сдают. Вот и все. То есть почему дети остаются без родителей? Потому что они в прошлой жизни так же поступали своими детьми. Они тоже отказывались от детей, бросали их, и поэтому в этой жизни получают такой результат. Но если вы заботитесь об этих детях, то Бог позаботится о вас. Можете не сомневаться вы. Можете не сомневаться. Поэтому женщины должны выбирать такие благородные специальности. Вообще женщина рождена для того, чтобы создать любовь в обществе. Она рождена не для того, чтобы пахать где-то на конвейере. Она рождена для того, чтобы заботиться о детях, о стариках, социальные проекты создавать, для того, чтобы обучать. Женщина преподаватель по природе для детей. Некоторые женщины говорят, моя природа преподавать. У всех женщин есть природа учить детей. Потому что она женщина родилась. Кто будет первым учителем у ребенка? Мать. Женщины должны заботиться об обществе. Тогда общество становится теплым. Я приехал как-то в Сан-Франциско, вышел на улицу, смотрю, где нет на улице. И все как-то холодно. Люди не общаются друг с другом, ходят как из тукана. Мало женской энергии. Значит, не будет счастья в этом обществе. Сан-Франциско,